16 декабря, в день 20-летия независимости Казахстана, над Останой лилась песня на стихе Назарбаева, а в Жан-Озене лилась кровь. Кровавой бойне обернулся праздник на центральной площади города. Более трех тысяч человек, это бастующие нефтяники и сочувствующие горожане, собрались на мирный митинг, который затем перерос в столкновение. Поводом послужила провокация. В толпу умышленно врезался полицейский УАЗик. Митингующие в ответ перевернули полицейскую машину и сожгли ее. Также были сожжены полицейский автобус и юрта, установленная на площади в честь праздника. Первая елка в стране зажглась в буквальном смысле тоже в Жан-Озене. И это стало только прелюдией. Затем горели здания городского Акимата, офис нефтяной компании, а войска открыли огонь на поражение. По официальным данным Генпрокуратуры, убиты 10 человек, ранено 75. По неофициальной информации, убиты более 70 человек, 500 ранены. Кровавый итог 7-месячного противостояния бастующих нефтянников и власти. В ночь с пятницы на субботу. В приемном покое Актауской больницы номер 26 санитары работали как на конвейере. Вереница машин скорой помощи от переполненных отделений Жан-Озеня стремилась в областной центр. Дорога до Актау занимает почти три часа. Есть сведения, что люди умирали в пути. Очевидцы рассказывают страшные подробности. Дорога до Актауской больницы номер 26 санитары. Скопившиеся у дверей приемного покоя люди ищут своих родственников. Кто-то помогает переправлять раненых. Слышны жалобы, что медикаментов и врачей не хватает. Люди возмущены тем, что силовики открыли огонь на поражение. Дорога до Актауской больницы номер 26 санитары. И юрты. Бастующие нефтяники стояли здесь с мая месяца. В день независимости их присутствие как будто проигнорировали. Что послужило первым толчком и вспышкой к агрессии, точно неизвестно. По одной версии очевидцев за бастовщиков, возмутило шествие детей и молодежи с флажками. По другой, первые погромы и поджоги делорук провокаторов. Мы должны рассмотреть еще тогда две группы, которые может быть это в их интересах. Первая группа это власть. Это в их интересах, потому что их это раздражает. Уже 7 месяцев раздражает то, что люди стоят на площади, не уходят. То, что дустом только их не пробовали, еще травили. А все остальное уже пробовали. Но они стоят. Власть это раздражает в первую очередь. Или пресловутая какая-то третья сила, которая у нас никогда не бывает установлена, никогда не бывает задержана. Представители профсоюзов нефтяников заявляют, что последней каплей стал таран полицейским уазиком бастующих. Начались столкновения с полицией. Люди повалили новогоднюю елку и принялись крушить аппаратуру. Праздник закончился, не успев начаться. Таран, ну ротан. На кадрах видно, что особенно агрессивно ведет себя молодежь. Известно, что активисты, бастующих нефтяников, люди зрелого возраста. Они отрицают свою причастность к молодежной группе, которая подожгла первый автобус. В этот день в Жанаузене также сгорели здания компании «Озен Мунайгаз», находящейся рядом гостиницы «Аруана» и городского Акимата, о чем пресс-служба «Казмунайгаза» распространила официальный пресс-релиз. В ходе массовых беспорядков и мародерства было подожжено и разграблено административное здание «Озен Мунайгаза». Уничтожена значительная часть офисной техники и документации. Силами органов внутренних дел организована вооруженная охрана ключевых объектов, в том числе производственных объектов «Озен Мунайгаза». Полиция вернулась на площадь с дополнительными силами. Прозвучали первые выстрелы. В Астане экстренный брифинг собрала Генеральная прокуратура. Журналистов предупредили – вопросов не задавать. Предупреждаю и большая просьба – у вас не будет возможности задавать вопросы и получить ответы. Группа хулиганствующих лиц стала избивать мирное население и разбивать припаркованные рядом с площадью автомобили. На требование правоохранительных органов прекратить противоправные действия хулиганствующая группа совершила нападение на сотрудников правоохранительных органов с целью завладения оружием. При этом ими применялось огнестрельное и холодное оружие. После официального заявления Генпрокуратуры, в котором участники столкновений, названных хулиганами, заявление сделал и Аким Мангостаусской области, Крымбек Кушербаев. Нет сомнения, что все виновные и организаторы этих беспорядков обязательно будут отвечать перед судом. Сил и средств органов внутренних дел сегодня достаточно в городе. Ситуация находится под контролем. Принимаются все необходимые меры по стабилизации ситуации. Для стабилизации ситуации в Жанаузень были стянуты дополнительные силы полиции. Вместо врачей с медикаментами в город въехали машины с военными. В Жанаузене была заблокирована телефония и интернет. Сотовая связь работала с перебоями. Экстренно отменили авиарейсы в Актау, где на городскую площадь Интемак поддержать жанаузенских нефтяников вышли рабочие каражанбас Муная. В субботу был остановлен промысел на месторождениях Каламкас и Каражанбас. Мы требуем, чтобы власти считались народом. Сейчас в Жанаузене есть человеческие жертвы. И нам никто не гарантирует, что завтра с нами подобное не случится. У нас есть семьи тоже, да. Их надо кормить. И государство должно считаться своим народом в первую очередь. Это главное наше требование. Снимали разные каналы. 31-й, Астана, КТК. По телеканалу Астана передали, что это всего лишь хулиганская выходка. Погибло, мол, пять человек. Это не так на самом деле. Моя сноха работает в больнице. Сказала, что она лично закрыла глаза 23-м людям. С нотами протеста и требованиями остановить кровопролитие в адрес властей республики выступил Комитет ООН по правам человека, правозащитники из Human Rights Watch, Конфедерация труда Российской Федерации и депутаты Европарламента. Накануне в Казнете появились призывы гражданских активистов выйти в поддержку жанаузенцев с требованием к властям прекратить стрельбу. Завтра в 11 мы выходим в Алматы на площадь республики. В знак протеста против кровавого подавления нефтяников. Присоединяйся и распространяй всю эту информацию. Или так и будем продолжать сидеть на диване и парафинить всех и вся. Оставьте митинги. Вы что, с дуба рухнули? За стабильный Казахстан. Нет митингам и провокациям. Насколько я знаю, завтра в это же время планирует свою акцию партия Руханья. 17 декабря на площади республики в Алматы собрались представители политических партий, общественных организаций и гражданские активисты. Шаханов, Шаханов. Социал-демократы настаивают на создании независимой комиссии, в которую помимо правительственных чиновников должны войти представители гражданского общества. Нельзя против мирных граждан, даже если кто-то там нарушил порядок, применять оружие. Это базово. Это базово. Мы 25 лет назад были здесь. Я был третьекурсником журфака Казгу. Мы с нашими сокурсниками ходили здесь два дня. Даже тогда, во время декабрьских событий, власть не применила оружие, она не стреляла. Импровизированный митинг вылился в предложение пикетировать офис правящей партии. Национал-патриотам из движения «Желтоксан» удалось пройти немногим более 200 метров. В Алматы полиция задержала общественников Хосена Кожахмета и Серика Сапаргали. В разное время, в разных местах за высказывание поддержки жанаузенцам были задержаны еще более 10 человек. После профилактических бесед все они отпущены на свободу. По официальной информации, количество жертв в жанаузене 11 человек. Очевидцы взволнованно говорят, что жертв больше. Сожжено 46 зданий, десятки машин. В городе замечены случаи мародерства и разбоя. В субботу в обед состоялось специальное заседание Совета безопасности под руководством главы государства. Создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Умерзаком Шукеевым. В городе Жанаузень указом президента введено чрезвычайное положение на 20 дней. В том числе запрещено использование средств аудио и видеозаписи. Жанаузен теперь отрезан от всей республики железным занавесом.